Приветствую вас на канале вкусный уголок. Сегодня готовим очень вкусный и быстрый наполеон без выпечки. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Берем казанок, либо кастрюлю, в которой не будет пригорать молоко и выливаем сюда почти все молоко. Оставляем буквально грамм 200. Ставим на огонь и доводим до кипения. В это время в небольшую миску вбиваем яйца. Добавляем 15 грамм ванильного сахара, 300 грамм обычного сахара и все это немножко перетираем. Сюда же оставшееся молоко. Перемешиваем. И теперь крахмал и муку. У меня здесь мука 5 столовых ложек. Ложки должны быть вот с такой вот небольшой горкой. Это вышло на 110 грамм. А крахмала 2 с половиной ложки. Тоже должны быть вот с такой вот небольшой горкой. Вышло на 45 грамм. И все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. В этом рецепте лучше использовать кукурузный крахмал, потому что он лучше подходит для десертов. Но если у вас только картофельный, то тоже подойдет. Молоко начинает закипать и теперь я тоненькой струйкой буду вводить яичную смесь и постоянно перемешивать. И теперь продолжая постоянно перемешивать, варим до загустения. И как только вы увидели, что ваш крем начал пыхтеть, сразу его выключайте. Я сняла крем с огня. Остужать его не нужно, потому что только с горячим кремом этот торт выйдет очень пропитанным. И добавляем сюда 200 грамм сливочного масла. Взбиваем миксером на максимальной скорости 4-5 минут. Крем готов. Вот посмотрите, какой красивый и вкусный он должен получиться. Далее я беру разъемную форму диаметром 24 сантиметра и дно нужно устелить пищевой пленкой. Затем нужно взять абсолютно любое слоеное печенье. У меня вот такое вот называется ушки. Обмакиваем каждое печенье в крем и выкладываем первым слоем. Печенье старайтесь выкладывать как можно плотнее. И напомню, что крем горячий. Остужать его не нужно. И сверху на первый слой выложим еще немножко крема и равномерно разровняем. Крема должно быть много, чтобы получилось очень сочно. Все дальнейшие слои печенья обмакивать не нужно. Просто его выкладываем в форму. Сверху опять хороший слой крема. И так чередуем пока у вас не закончится печенье или крем. Вот посмотрите, у меня получилось 4 слоя печенья. Это примерно 600 грамм. И вот немножко крема я оставила. Тут примерно грамм 150-200. Я его укрыла пищевой пленкой. И он мне потребуется немножко попозже. И теперь торт я тоже укрываю пищевой пленкой. И так оставляю полностью остыть до комнатной температуры. А затем поставлю в холодильник еще на 2-3 часа. Вот это мой торт уже после холодильника. И теперь я снимаю верхнюю пленку. Прохожусь ножом по краю формы. И очень аккуратно ее убираю. Далее переворачиваю торт так, чтобы верх у меня стал низом. И убираю вот эту вот нижнюю пленку. Беру вот этот крем, который остался. И смазываю полностью весь торт тонким-тонким слоем. А теперь обсыпаем измельченным печеньем вверх и бока. Я его измельчила в измельчители. А также можно сложить в пакет и пройтись по нем скалкой. Торт готов. Оставляем его еще на 30 минут, чтобы он постоял. И можно подавать к столу. Вес моего торта 2,640. И сейчас я разрежу и покажу вам, что же получилось. Вот посмотрите. Благодаря тому, что крем был горячий, торт хорошо пропитался. Он нежный и очень вкусный. Наполеон это один из самых моих любимых тортов. Ну а этот рецепт просто чудесный. Так что готовьте с удовольствием. А подписавшись на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о всех моих новых видео.